Доброе утро, дорогие братья и сестры, и сочувствующие. Мы с вами благополучно закончили разговор о браке безбрачии, говоря о седьмой главе. Начинаем сегодня восьмую, и Павел меняет тему. Давайте посмотрим. Итак, 1 Коринфянам, 8 глава, 1 стих, 1-е три стиха. О идоложертвенных язвах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Бога. Интересно, что... Ну нет, давайте начнем с другой стороны. Следующая проблема, которую поднимает Павел, это идоложертвенные язвы. Идоложертвенные язва. Ну то есть это, другими словами, идоложертвенные это то, что было принесено в жертву идолам. Язва это то, что, ну собственно, потом из этого сделалось. То есть либо сразу, либо через какое-то время. Ну и конечно здесь идет речь о мясе. То есть есть информация, что практически все мясо того времени было так или иначе посвящено идолам. И многое из них было, собственно, было сначала принесено в храм, а потом уже остатки... Излишки, вернее, распродавались или каким-то образом использовались. Не знаю, так ли это, то есть все ли мясо было посвящено идолам, не все ли мясо посвящено было идолам. Но, с другой стороны, была следующая ситуация. То мясо, которое было принесено идолам в храме, в каком-нибудь капище языческом, делилось следующим образом. На три части. Одно было зажигаемо вот этому идолу. Третья часть давалась священнику. И третья часть отдавалась человеку, который все это хозяйство принес. Если священник не брал лично себе это мясо, то он мог его продать либо при храме, либо на рынке, на торгу, как говорит Писание. Это наш старославянский, не старославянский, а синодальный перевод на старорусский язык. На торгу, на торжище. И получается ситуация, что даже если, например, человек, будучи христианином и желая, чтобы в его жизни была вот такая вот подобная чистота, например, нашел бы мясо, которое не было когда-то посвящено идолам, то все равно, находясь во взаимоотношениях с кем-то, будучи приглашенным в гости, или на свадьбу, или на что-то еще такое, он так или иначе все равно мог столкнуться с мясом, вкупленным на торгу, то, которое было принесено когда-то в жертву идолам, а он даже об этом не знал. То есть, ситуация, ну, действительно, животрепещущая для многих. И сейчас у нас, конечно же, не... Ну, нет такой ситуации. То есть, на самом деле, никакое сейчас мясо не приносится никаким идолам. То есть, просто растится скотина, просто всякие там куры и прочее, и потом это просто попадает в магазин, ну, через переработку. То есть, путь стал короче до потребителя. Я имею в виду, минуя храм, минуя языческое капище. Но на самом деле, это вопрос, который возникает время от времени у многих людей, и в настоящее время он звучит следующим образом. А можно ли пользоваться вещами, которые, ну, которые были сделаны компанией или компаниями, которые, ну, во голове которых стоят какие-то там злые люди, или которые открыто, об этом всем известно, поддерживают какие-нибудь нехорошие там вещи, там, ЛГБТ, например, там, или еще какой-нибудь, там, аборты, например. То есть, вопрос возникает время от времени у верующих. На этот счет смотрел интересное видео в интернете. Там вот один человек тоже задался этим вопросом, мол, как же так? То есть, покупая их продукцию, мы, по сути, поддерживаем их в их вот этих вот злых стремлениях, в злых непонятных вещах. Там, например, и он начал разбирать, ну, и там, по сути, получается, ну, практически все, что мы используем, все, что мы используем, особенно вот все, все мировые известные бренды, там, и Coca-Cola, и Apple, и вот прочие вот такие вот товарищи, они все либо ЛГБТ поддерживают, либо аборты, либо и то, и другое вместе, плюсом еще, там, целый вагон какой-нибудь ереси. Вот, во главе стоят люди с непонятной ориентацией, ну, непонятной я условно говорю, то есть, понятно какой, но неправильной, не божьей, вот, ну и так далее, так далее, так далее. Как говорится, что же делать? И интересно, что разговор об этих вещах Павел начинает, не прямо отвечая на этот вопрос. Время от времени люди спрашивают, ну, не хотят разбираться, или не хотят как-то много рассуждать. Они вот подходят и говорят, Илья, ну, ты мне скажи вот просто, можно или нет? Вот, 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 ты мне вот так скажи. А, понимаете, есть такие вопросы, на которые нельзя ответить, можно или не можно, однозначно. То есть, это и сродни то же самое, там, пить вино можно, не можно? Ну, не можно. Вот, то есть, или там, ну, подобные такие вопросы. Ну, скажу не можно, начнутся споры. Да вот, как же Библия же не запрещает, да как же, вот, вы же, вы же что же, что же вы тут на себя налагаете иго, а вот там Библия только пьянство осуждает, а на самом деле вино-то полезное. И вот даже Павел Тимофею однажды сказал, скажешь, можно пить вино, скажут, о, понятно все с вами, и непонятно, какая церковь. Да тут и вино пить разрешают, может, они еще чего делают, а вон сколько у нас в стране людей страдает от алкоголизма, что же вы тут вот развели, какой вертеп. То есть, понимаете, ну, это не тот вопрос, на который, ну, это как пример, вино это как пример. Это не тот вопрос, на который можно сказать, да можно или да нельзя, да делай, да не делай, запрещено или разрешено, то есть не так. И повторюсь, интересно, что Павел разговор о том, как вообще относиться вот к этим идоложертвенным яствам, начинает вопрос, начинает, вот, отвечая на этот вопрос, он начинает с рассуждения о знании и, ну, или можно так сказать, познании, да. Вот, написано, мы знаем, потому что мы все имеем знания. От идоложертвенных явств мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. То есть, Павел сразу же начинает противопоставлять назидание от любви и надмевание от знания. Что он имеет в виду, что мы знаем? Ну, вот то, что я вам рассказал, то они все тоже знали. Павел говорит, ну, это ни для кого не секрет, что вот есть действительно мясо, его много на рынке и в храмах, при храмах, вернее, и вообще вот как бы, ну, в обороте, в пищевой цепочке. Очень много мяса или почти все мясо, которое действительно было принесено в жертву этим идолам. Ну, и как бы, да, все об этом знают. Что дальше? То есть, не есть мясо, какой выбор? Или, например, судорожно и очень тщательно, ну, ладно, судорожно я уж плохо сказал, очень тщательно начинать искать мясо какое-нибудь, которое не было принесено идолам. Договариваться с какими-то фермерами и так далее. Вот мы видим, да, проблему урбанистическую. То есть, уже в то время, уже в то время люди были недовольны питанием, которое у них есть, и начинали, наверное, задумываться о том, что неплохо было бы найти какого-нибудь там фермера за городом, который там своих коровок пасет на полях, и у него выцеплять это мясо, пока еще он не дошел до рынка. Или не дошел до, вернее, не дошел до храма еще, да. Вот, то есть, может быть, об этом даже шла речь, как и сейчас многие задумываются, о еде, о качестве еде. Это все понятно. Можно и так заморочиться, можно и такую вот цепочку выстроить, и наладить канал, и договориться с кем-нибудь, и чтобы покупать вместе с верующими больше у какого-нибудь дедушки, чтобы он там не доносил эту корову все-таки до храма, ну и так далее. То есть, мы видим, что рождалась еще какая-то вот маята, то есть, еще какая-то дополнительная суета. Вопрос, стоит ли этим заниматься? Что говорит Писание? Вот, и повторюсь, Павел не отвечает на этот вопрос прямо, но он предлагает задуматься. Ну, говорит, вот мы знаем. Дальше что? И он прав в том, что на самом деле знание, которое мы имеем, порождает надмивание. Потому что вот стопудово, ну это как один из вариантов, да, потому что стопудово человек, который найдет это мясо, как, допустим, да, он найдет эту корову, и там наладит канал поставки чистого так называемого мяса, там кошерного какого-нибудь, да, халяльного, то есть наладит канал поставки этого мяса. Другие не смогут это сделать, всегда так бывает. Кто-то смог, кто-то не смог. У кого-то есть деньги и время, у кого-то нет. Ни того, ни другого, либо того или другого. И не смог. Учитывая вообще состояние духовное этой церкви, мы помним, что они находили проблему даже там, где, в общем-то, ее быть-то бы не должно. То есть они там друг друга угнетали, угрызали, то есть они судились друг с другом, они образовывали какие-то партии внутри церкви и надмивались, что вот я Павлов, я Полосов, я Кифин. То есть даже вот на пустом месте, что называется, находили проблему. А уж если, я полагаю, что если бы кто-то смог наладить такой канал поставки, а кто-то не смог, это было бы, естественно, еще одним поводом для гордости. Сказать, ну, понятно, что вы за верующие, да? Может вы еще, может вы те, которые говорили, я Кифин, ну вот, так вы вообще там мясо не можете нормально найти, едите вот это идоложертвенное. Мы тут нормальные верующие нашли, смогли. Вот, теперь вот Господу служим, в чистоте живем. То есть вот запросто такие могли моменты возникнуть. И Павел предупреждает, знание надмивает, а любовь назидает. Надмивание, это вот интересно, что вот в новом переводе, в современном, который я один из таких нормальных нашел, написано следующее. Павел говорит, однако знание заставляет людей раздуваться от гордости. Любовь же помогает церкви расти и укрепляться. То есть, смотрите, буквально надмивает, это действительно раздувает, понимаете? То есть знание помогает человеку очень хорошо раздуваться от гордости. Но то, что назидает человека, то, что строит церковь, то, что делает церковь крепче, сильнее, именно так, как нужно, духовно, это любовь. И вот в свете любви и нужно разбираться в подобных вещах. Ну и вообще во всех вещах на самом-то деле. То есть, и опять, по поводу любви я не имею в виду, что какая-то, знаете, гиперблагодать так называемая, когда все хорошие, там, грешишь, все хорошо, и там, плохое делаешь, все слава Богу, и все, короче, вот все, что не сделает человек, все хорошо и слава Богу. То есть, не в этом смысле. Но в свете, ну вот все-таки, ну, любовь все-таки на первом месте. Понятное дело, что мы должны иметь перед собой какие-то ориентиры в виде закона, в виде прямых заповедей. Вот. И плюс к этому, плюс к этому мы должны руководствоваться Духом Святым, любовью, которая, опять-таки, также прописана в Писании, любовью, которая всех назидает. И, ну, делает крепче. Поэтому, прежде всего, здесь, наверное, мы начали говорить об идоложертвенных хиастовах, но на самом деле это видео, это коротенький ролик сегодня, это о любви. Вот. И о том, что решать вопросы нужно не по закону, хотя закон для нас является вот этим ориентиром и эталоном и так далее, но по любви. И, пожалуй, на этом мы и закончим. То есть, главный ориентир – это любовь, милосердие, человеколюбие. Вот. А уже более подробно и более детально, естественно, мы будем рассматривать следующих наших видео, когда будем читать следующие стихи, и там Павел уже даст ориентиры, как, ну, на что смотреть, когда мы разбираем этот вопрос. Но он закладывает основания всего вообще этого диалога, основания важные очень, без которого этот диалог был бы, ну, на самом деле, неназидательным и неполезным для людей. То есть, просто люди бы спорили, кто умней. Вот. Но в свете любви, я думаю, эта проблема будет решаться. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, решать вопросы, так как Твое Писание говорит в любви, в милосердии, и будь прославлен, Отец, в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Вас Господь. Аминь.